МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости. Меня зовут Дмитрий Книга. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В России стартовала весенняя призывная кампания. Призывайся в ряды вооружённых сил. Повязочку вручаю, ручка на столе, и говорю, что стоит роспись в истории. Сотрудники администрации района встретились с жителями жилого комплекса «Усадьба Суханова». Сейчас идёт спор по земле с фермерским хозяйством. Представление студенческого театра «Новый диалог» на сцене музея-заповедника «Горки-Ленинские». Я никогда не смеял вам прекрасно. Ты не виделся назад, что у меня сейчас ночной. Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва на срочную военную службу. Призывная кампания продлится с 1 апреля по 15 июля. Каждый новобранец должен пройти медицинский осмотр и предстать перед призывной комиссией. Наша съёмочная группа отправилась в военный комиссаре от города Домодедово и Ленинского района и побеседовала с теми, кто вскоре отправится в Родине служить. Каждый молодой человек, получивший повестку, должен предстать перед членами призывной комиссии. На двери в кабинет, где проходит заседание, подсказка. Текст рапорта. Правда, многие, входя, теряются. Сидящие напротив охотно подсказывают. Товарищ председатель призывной комиссии, призывник Сокола Сергея Владимировича, заседание прибыл. Участники комиссии задают самые разные вопросы. Их интересует образование, интересы в том числе и спортивные, семья и, конечно же, желание служить Родине. Комиссия опытная. У нас есть и ветераны, есть люди военные, отслужившие. И мы стараемся вот это выяснять, чтобы не допустить, будем говорить, неподготовленного человека в армии. Один из этапов прохождения призывной комиссии – медицинский осмотр. Артем Карташов рад, что крепкое здоровье позволит ему отправиться на военную службу, которая поможет стать молодому человеку настоящим мужчиной. Как считаешь, вот до армии и после армии человек сильно меняется? Ну да, у меня друг изменился вообще в лучшую сторону, можно сказать. Ты тоже надеешься? Ну да. Доктора признаются, многие, даже имеющие большое желание, отсеиваются по результатам медкомиссии. Из самых частых диагнозов – проблемы с позвоночником, плоскостопие, слабое зрение. Ребята сейчас много слепых. Понимаете, сейчас нагрузка, телефоны, компьютеры и очень много близоруких. А с каким зрением нельзя идти в армию? Не пускают? Со зрением минус 12. На комиссию призывников приглашают дважды в неделю, по вторникам и четвергам. В первый день по повесткам явилось 25 человек, 15 из которых призвали на военную службу. Призываясь в ряды вооруженных сил, по повестку вручаю, ручка на столе, и говорю, стоит роспись в университете. Теперь ребята будут ждать отправки в места несения службы. Это как бы долгий продолжительный период. Первые отправки уже будут в конце апреля и продляться до 15 июля. В основном в части западного военного округа. Также будут направиться ребята и на Черноморский флот, и на Балтийский флот. Центральный военный округ, Южный военный округ. То есть практически по всей стране. В ходе первой в этом году призывной кампании планируется призвать на военную службу 135 тысяч человек по всей России. План по Ленинскому району составляет 90 человек. Новобранцев ждут в Росгвардии, погранвойсках, МЧС, ФСБ и других силовых ведомствах. Татьяна Брылова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сегодня в микрорайоне Зеленой аллеи звучали пожарные сирены и пахло гарью. Произошло возгорание частного дома, расположенного прямо напротив Малого Тарачевского пруда. Две пожарные бригады быстро прибыли на место возгорания и начали заливать строение водой. Горело сразу в нескольких местах. Пытались отбить от машин, все. Отбили. Сейчас уже только остается приливать да разбирать. Поглазеть на пожар собрались местные жители. О том, жилой дом или нет, они точно не знают. Увидел там дверь, то открытая, то закрытая, но вроде бы как никто не жил. А может и жил. Василий живет в новом микрорайоне не так давно, но говорит, что этот дом мало того, что портил внешний вид, но и представлял опасность. Рядом детская площадка и автостоянка. На самом деле такие объекты, как правило, они относятся к зоне риска. То есть, ну, во-первых, мало ли там дети могут, да, какие-то гвозди нарваться. Другое дело, что там могут скопления быть людей, ну, которые, соответственно, нигде не проживают. Я думаю, вот, собственникам этих квартир, ну, смотреть на крышу, вот на вот это вот строение заросшее крапивой, ну, вряд ли бы там удовольствия много приносит. Что стало причиной возгорания дома, установят дознаватели. В администрации Ленинского района состоялась встреча с жителями жилого комплекса усадьбы Суханово и ветхих домов, расположенных неподалеку. В поисках решения многочисленных проблем местного населения были приглашены представители общественных организаций, администрации муниципалитета, а также застройщик и управляющая компания. Наблюдала за происходящим и наша съемочная группа. Затопленные подвалы, промерзание, стены, окон, трещины в домах, неблагоустроенная придомовая территория, список претензий жителей жилого комплекса. Усадьба Суханово, которая еще находится на гарантии, к застройщику и управляющей компании довольно внушительной. Только все дело в том, что наладить диалог с жителями последние либо не могут, либо не хотят. Об этом они сообщили на встрече с администрацией района. Мы все время походим в жалобы на управляющую компанию, что там не так, там не так. Нам управляющая компания не раз говорила, что пишет претензии застройщику. Хоть одну претензию вы получили? Получили или не одну? И исправляли уже. Насколько мне известно, даже пожарная сигнализация. Мы добивались год, чтобы ее. И добились только через жилой инспекцию МЧС. Помочь жителям и наладить контакт между ними и застройщиком пообещал заместитель главы администрации муниципалитета Александр Усков. Мы предлагаем до 10-го числа инициативная группа из лица представителей Советов домов вместе с главным инженером управляющей компании, представителям застройщика. Проходят каждый дом, составляют дефектные ведомости по каждому дому, передают застройщику. И застройщик в срок до 1 мая делает свои ответы с предложением графика устранения этих дефектов. Копию такой ведомости Александр Евгеньевич предложил направить и в администрацию. Он также посоветовал застройщику активнее взаимодействовать с жителями и уведомлять их о проводимых работах и устранении недостатков, как с помощью сайта управляющей компании, так и на информационных стендах. Присутствующие обсудили судьбу фонтана, который сейчас никак юридически не оформлен, и ситуацию с третьим и четвертым корпусами. Они до сих пор не состоят на кадастровом учете. Сейчас идет спор по земле с фермерским хозяйством. Третья и четвертая корпуса не могут получить собственность, не могут прописать своих детей, и сами прописаться ни в детские сады, ни в поликлиники, ни в школы. Мы тоже обозначили этот блок вопроса. Не могут голосовать. Застройщик уверил, что уже 20 раз подавал документы, но каждый раз получал отказ. Росреестр регулярно, раз за разом, отказывает в постановке на кадастровый учет в силу нахождения каждый раз новых ошибок в документах БТИ. Представители администрации района пообещали разобраться в сложившейся ситуации и обратиться непосредственно в Росреестр за разъяснениями. На встрече также присутствовали жители ветхих домов, расположенных рядом с ЖК усадьбы Суханова. Им было обещано переселение в новые дома, но счастливыми новоселами станут не все. О том, что району было передано всего шесть квартир, ранее сообщил на встрече с жителями Булатниковская заместитель главы муниципалитета Альберт Гравин. Первые шесть семей мы переселим оттуда. То есть они готовы у нас обследовать? Во вторник у нас заседание жилищной комиссии. Обследование этих квартир мы провели, да? Готовы, с ремонтом. С ремонтом. И вот первые сиди, вот сейчас мы планировали на середину, значит мы передвигаем в связи с этой непонятной ситуальной напряженностью. И во вторник проведем жилищную комиссию. Первые шесть квартир мы быстренько оформим, передадим. Но шести квартир явно недостаточно, чтобы полностью расселить аварийные дома. На собрании было принято решение в ближайшее время создать рабочую группу для решения этого вопроса. Также собравшиеся обсудили проект участка дороги Солнцево-Бутово-Видное, который пройдет рядом с новостройками Суханово. И поговорили о мерах, которые позволят улучшить транспортное сообщение с Видным и Москвой. К нам в редакцию обратилась жительница Расторгуева Ольга Михалева. Она рассказала, что площадка для сбора мусора, расположенная рядом с ее домом, находится в неудовлетворительном состоянии. Это происходит по ряду причин, в которых разбирался наш корреспондент Максим Козлов, отправившийся по указанному адресу. Мусорная история Расторгуева довольно печальна. Когда-то здесь сваливали отходы во враг, расположенные неподалеку. Контейнерная площадка появилась, но проблемы с мусором остались. Площадкой это место можно назвать довольно условно. Нет ни асфальтового покрытия, ни навеса. Пластиковые бутылки, пакеты и другие отходы разбросаны в том числе и вокруг. С 1 января в Московской области вывозом мусора занимается единый оператор. Кроме того, введен раздельный сбор мусора. В связи с этим здесь появились контейнеры разного цвета. Но вот внешний вид площадки оставляет желать лучшего. Ольга Михалева живет в Расторгуеве с рождения. И все это время мусорная свалка портила окружающий вид. Мы достаточно давно уже пытаемся решить эту проблему. Пожалуй, в течение последних двух-трех лет обращались на добродел регулярно. То есть что-то происходит, но до конца всю эту проблему решить по сей день не могут. Вторая проблема – частные дома, которые располагаются поблизости. Если раньше это были дачи, то теперь многие живут здесь на постоянной основе. И количество мусора, соответственно, увеличилось. И жители частного сектора не торопятся заключать договоры на вывоз мусора. Госадмотехнадзор рекомендует заключать договоры на вывоз мусора как физическим лицам, так и юридическим. У нас установлен каширский оператор, который вывозит мусор. Можно найти либо в интернете, позвонить и оставить заявку. Если бы каждый домовладелец, который пользуется этими мусорными контейнерами, имел договор и оплачивал данную услугу, площадка давно бы была благоустроена. Максим Козлов, Егор Клябич, Сергей Ларин. Видное ТВ. В музее-заповеднике Горки-Ленинский студенческий театр МПГУ «Новый диалог» представил театрализованную постановку с песнями и танцами под названием «Весенние цветы». Наш корреспондент Анастасия Воронина погрузилась в эту творческую атмосферу. По-настоящему теплые весенние деньки встретили музей-заповедники Горки-Ленинский. Студенческий театр МПГУ «Новый диалог» порадовал зрителей новой театрализованной постановкой под названием «Весенние цветы». Для художественного руководителя театра «Новый диалог» Людмилы Михеевой «Весна – любимое время года», которая из года в год вдохновляет ее на новые постановки. Все краски нашей земли, нашей Родины, которую мы так любим и должны еще больше любить и беречь. Поэтому вот это вот возражение пробуждения земли, вот эта шаманка зазывает, и девушки в веночках, это почти вот такое языческое мироощущение пробуждения земли. А потом, может, цветают все краски. Подготовка к этому музыкальному спектаклю была недолгой, но очень продуктивной. Артисты театра много репетировали. Самое сложное было совмещать с жизнью репетиции, потому что очень часто, а очень много, это, конечно же, поэтому и год – это работа, театр непосредственно. Конечно, очень много отнимает сил, ну, а что делать? Если ты хочешь дарить радость людям, то нужно ее дарить, несмотря ни на что. Постановка получилась очень яркой и многогранной. Артисты исполнили всеми любимые песни, прочли стихотворение, которое написала Людмила Михеева, и показали несколько пластических сценок, работа над которыми, по словам хореографа Виктории Ганак, была непростой. Было хореографически сложно, потому что особенно мальчикам, да и девочкам тоже особенно, когда еще пели, да, то есть петь и в этот момент двигаться очень сложно, и дыхание, да, совладать с дыханием, и в то же время себя преподносить. Поэтому, конечно, это очень долго мы отрабатывали. Я никогда не смеял во время света, и не видел там, а так, что я сейчас начнешь. Студенческому театру удалось погрузить зрителей в творческую атмосферу, почувствовать тепло весны и, конечно, подарить им хорошее настроение. Так души, но на самом деле, как будто бы расцвели цветы, очень приятно. Очень ребята хорошо и пели замечательно. Мы тоже с ними пели, имейте это в виду. Атмосфера была весенняя, радостная. Вот, очень много ярких впечатлений осталось. Артисты театра «Новый диалог» признались, что уже приступили к репетициям новой постановки по комедии Педро Кальдерона «Дама-невидимка», которой, обещают они, будет не менее интересной и впечатляющей. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И о погоде. В четверг будет облачно с прояснениями. Днем до плюс восьми, ночью плюс один. Ветер северо-восточный пять метров в секунду. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова